Итак, на дворе 1952 год, и мы видим молодого лейтенанта по имени Джимми Картер, который стоит перед адмиралом Хайманом Рековером. Если вы не знакомы с Хайманом Рековером, то этот парень – легенда в мире подводных лодок. Он искал молодых людей с лидерскими качествами, которым он мог бы стать наставником. И Джимми Картер претендовал на одно из этих заветных мест. Пожалуй, то собеседование было самым дотошным из всех, которые Джимми проходил в своей жизни. Ему задают вопрос – и с какими оценками вы окончили обучение в Анаполисе? А дело в том, что Джимми получил образование в военно-морской академии. Джимми гордо расправляет плечи – мой результат 59 из 820. Для справки, если вы не знакомы с военно-морской академией, то это отличный результат. Хайман смотрит на Джимми в упор и задает ему вопрос – а вы хорошо старались? И тут молодой лейтенант Картер призадумался. В начале он вообще-то собирался ответить, мол, «Конечно, я всегда выжимал себя по максимуму». Но он помнил те дни, когда воспринимал подготовку не так серьезно и работал не на пределе возможностей. И он решил дать честный ответ – нет, я не всегда старался изо всех сил. Адмирал Риковера кинул его взглядом и спросил, «Почему же вы не всегда старались?» У Картера не было ответа на этот вопрос. И молодой лейтенант должность так и не получил. Но знаете, жизнь у него сложилась все-таки успешно. Через полтора года он получил увольнение, и через семь лет он стал президентом США. А тот вопрос, который ему задал Адмирал Риковер – делали ли вы все возможное? Старались ли изо всех сил? Так никогда не выходил у Джимми из головы. И что бы он ни делал, какую бы цель себе ни ставил, он всегда задавал себе этот вопрос – а делаю ли я все возможное? Смысл этой истории, как вы можете догадаться в том, чтобы постоянно себя спрашивать – а делаю ли я все, что могу? Я могу честно ответить на свой вопрос – нет, я не делал. Во многих случаях я, как говаривал мой отчим, старался в полсилы. Я мог бы приложить гораздо больше усилий, особенно это касается занятий спортом, да и многих аспектов в моем бизнесе. Как же переломить эту тенденцию? Как сохранять максимальный уровень энергии, который мы вкладываем в какое-то дело? Господа, это тема сегодняшнего видео, мы будем говорить о том, как организовать и перезагрузить свою жизнь. Итак, первый шаг к тому, чтобы наш год прошел успешно – нужно определиться с направлением. Куда мы движемся? Если не определимся сразу, окажемся не там, где надо. Я украл это высказывание у Йоги Берра, великого бейсболиста. И это очень верное утверждение, нам приходится разбираться с таким множеством вещей каждый год, да даже каждый день, что легко можно сбиться с пути. Образно говоря, мы как будто бы оказываемся в пустыне или в лесу, и начинаем плутать и ходить по кругу. Такова человеческая природа, и вы никуда не придете, а будете топтаться по кругу, если у вас не будет четкой цели, понимания, куда вы идете. Лично для меня главное в этом году, как я уже говорил, это всегда стараться выкладываться по максимуму, прилагая все усилия. В прошлом году далеко не всегда я был на высоте, и в этом году для меня главное – всегда выкладываться на 100%. И вам нужно определить качества, которые помогут вам. Например, у меня – мудрость, сила, страсть и любопытство. И я даже создал монетки, которые напоминают мне о моих целях. Я чувствую, что если приложу больше усилий в прокачке этих четырех аспектов своей жизни, я добьюсь гораздо более значительных успехов. Ребята, если вы чувствуете то же самое, дайте мне знать. Пишите в комментариях, на чем вы собираетесь сосредоточиться в этом году, какие важные качества вы хотите развить. Кому-то из вас я даже отправлю вот такие монетки. Они напоминают мне, что каждый день мне нужно работать, чтобы становиться умнее, и не просто умнее, а мудрее. Я должен принять опыт своих прошлых действий, опыт других людей, почитать о том, через что прошли другие на пути к успеху. Я должен учиться на опыте других, вдохновляться примерами тех, кого я уважаю, работать над отношениями. Я должен извлекать пользу из мудрости других и приходить к правильным решениям. Сила. Физическая сила. Да, я хочу больше времени проводить в спортзале, я хочу работать над своей выносливостью, я хочу больше бегать, я хочу заниматься спортом в разных его проявлениях. Кроме того, физическая сила напрямую связана с крепкостью духа. Также он помогает мне лучше справляться с неудачами, с которыми мне пришлось столкнуться за последние несколько лет. Страсть. Страсть – это энергия, это любовь, это ваш подход к какому-либо делу. Можно разбираться с препятствиями на вашем пути и со страстью, ведь нужно воспринимать это как возможность показать, на что вы способны. Я хочу ощущать страсть при общении со своей семьёй, женой, детьми и близкими людьми. Любопытство. Вот это качество я особенно люблю, и, ребята, это не обязательно то, о чем вы, как правило, думаете. Важно не желание сунуть куда-то свой нос, а искреннее желание узнать больше, не останавливаясь на достигнутом. В моём бизнесе есть такая тема – платный трафик, и в ней я разбираюсь пока очень слабо. Я хорошо умею создавать контент, а вот в этой теме я пока плаваю и хочу лучше разобраться. Итак, убедитесь, что вы выбрали основной путь и определились с качествами, которые вам на этом пути пригодятся. Если вы знаете, по какому пути двигаться, вы вряд ли с него сойдёте в ближайшем году. Следующий шаг, который необходимо сделать, чтобы этот год был лучше предыдущего – это планирование. Я всегда всё планирую, особенно время, которое хочу провести с семьёй. Мы недавно побывали на озере Эклхард, здесь, в Висконсине. Здесь проходит большой рождественский фестиваль, и мы запланировали на нём побывать. Мы с женой ещё за два месяца до этого. И в планировании мне очень нравится, когда все предвкушают радостное событие, которое должно произойти в будущем. Я запланировал это мероприятие, которое хотел посетить с семьёй, потому что хочу быть лучшим семьянином, хочу больше времени проводить с детьми. Я также выделил время, которое хочу провести с сыном. Мы с ним собираемся на кулинарный мастер-класс в Миннеаполисе. Знаете, когда вы выделяете время на что-то и соблюдаете чёткий план, вы вряд ли это отмените. Но иногда жизнь вносит свои коррективы, конечно. Я заметил, что когда соблюдаю чёткий план согласно своему графику в календаре, то всегда всё выполняю. Но поступаться приходится, угадайте, чем. Верно, я часто засиживался допоздна и опаздывал на ужин с семьёй. Я пренебрегал родными и решил, что все семейные события также буду вносить в график. Я решил, что обязательно буду планировать время с семьёй. По утрам в пятницу я иду в стрелковый клуб, где я занимаюсь стрельбой с пистолета. По воскресеньям вечером я обычно занимаюсь планированием следующей недели. Это время я посвящаю работе. И все свои занятия я обязательно расписываю по дням в календаре. Но это не означает, что я своим планом связал себя по рукам и ногам. При этом процентов на 80 я всё же придерживаюсь плана. Планирование мне помогает. И не думайте, что всё должно быть идеально. Очень часто мы не делаем чего-то по причине нелепого перфекционизма. Ах, ну как же, ведь я сделаю не идеально, только процентов на 60 или 70. Так что не буду делать вовсе. Но 60 или 70 процентов – это более чем достаточно. Совершенство заключается в том, чтобы постоянно прилагать усилия, работать над тем, чтобы становиться лучше на 1% каждый день. Если бы вы каждый день в течение года становились лучше на 1%, это было бы в 37 раз больше, чем наши самые смелые ожидания от саморазвития за год. А если у вас нет семьи, тогда вы можете планировать потратить время на себя. Давайте поговорим о важности окружающей вас обстановки. Одна из причин, по которой моя продуктивность в прошлом году была не на высоте, заключалась в том, что я не хотел ходить в офис. Там у меня не было кофе, я сидел в маленькой комнате без окон. Мне было некомфортно. Жена помогла мне все изменить. Она сама вызвалась прийти в офис и помочь мне с обустройством. Работать там гораздо приятнее сейчас, чем тогда. Я обзавелся кофеваркой, и теперь я пью отличный кофе. Кофе, который лучше, чем дома, это отличная причина хотеть приходить в офис. Кроме того, посмотрите, позади меня, вон там, вы видите кнопки YouTube. Почему я выставил их на обозрение? По той же самой причине все спортсмены, все спортивные команды всегда выставляют свои трофеи, чтобы люди видели, чего они добились. Эти призы и трофеи напоминают им о былом величии. Наверняка и у вас есть какие-то награды. Может быть, у вас сохранилось что-то со времен выпускных классов в школе. Может, вам вручили приз в школе байскаутов. Если у вас что-то подобное сохранилось, не стесняйтесь, доставайте и выставляйте на видное место. Оформите это как-то в рамку, может, повесить на стену. Это будет служить вам напоминанием. И вот все то, что я выставляю на полках в офисе и вешаю на стенах, все это вдохновляет меня и напоминает мне о моих целях. Теперь вернемся к разговорам о расписании. Вы можете возразить мне, мол, мы можем многое запланировать, но не сделать. Я сам проходил через подобное. Планирование для кого-то не добавляет ответственности. Что ж, тогда надо найти способ ввести какую-то отчетность. Например, можно ходить в тренажерный зал со своим другом, который будет поглядывать на вас, как вы тренируетесь, чтобы не филонить и работать в полную силу. Человек так устроен, ему проще выполнять что-то, когда это видят другие. И нам проще подвести себя самих, но не подвести других людей. Поэтому так важно иметь какого-то партнера по вашей отчетности. Может даже нанять такого человека. Я сам нанимаю бизнес-тренеров. Даже самые дисциплинированные люди нуждаются в помощниках. Проблема в том, что подобные тренера стоят немалых денег. Что ж, либо вы платите кому-то, кто вас контролирует, вдохновляет и мотивирует, либо вы сами контролируете, вдохновляете и мотивируете себя. Лично я пытаюсь сделать второе. Например, недавно я сфокусировался на платформе Shopify, потому что у меня появилось несколько магазинов Shopify, и я хочу их развивать. Я привлекал к работе людей, знавших больше меня. Я входил в группу на Фейсбуке, где было много владельцев Shopify. И как-то раз я сказал себе, да мне же нужно взять интервью у всех этих людей. Это настоящая работа, но я получаю от неё удовольствие, потому что каждый четверг я и ещё двое таких же владельцев магазинов Shopify в течение часа общаемся и обмениваемся идеями. Многие скажут, у меня нет денег на бизнес-коучи и тренеров. Что ж, тогда нужно нести ответственность перед самим собой и вести отчётность. Что ж, джентльмены, если вам понравилось это видео, я был бы вам очень признателен, если бы вы, как водится, не ломали алгоритм и поставили ему лайк. Шутки шутками, но вы помогаете мне донести это видео до большего числа людей. Думаю, это будет многим интересно. Теперь поговорим об измерении. Наверняка вы слышали поговорку «если что-то можно измерить, это можно улучшить». И я с этим соглашусь. Но я часто думаю, ребята, что мы с вами измеряем неправильные вещи. Мы измеряем конечную цель. Например, мы хотим отжимать от груди, скажем, 50 килограмм. Если нам не удаётся это сделать, мы считаем себя неудачниками. Это неправильный подход. В бизнесе есть понятие индикаторов опережения и отставания. Индикаторы отставания – это продажи в будущем. Это то, чего вы намерены добиться. Но продажи вы не можете полностью контролировать. Но продажи вы не можете полностью контролировать. Но вы можете контролировать индикаторы опережающие. Например, количество телефонных звонков за день, количество контактов с людьми, с вашими клиентами. Как правило, люди всегда смотрят на индикаторы отстающие. А нужно переориентироваться на индикаторы опережающие. Сфокусироваться на них. Концентрируйтесь не на результате, а на процессе. В спортзале вы хотите получить конечную цель, но вы её не добьётесь без ежедневных тренировок или регулярных тренировок. Мы можем контролировать процесс тренировки, выполнять все упражнения, но мы не можем контролировать результат. Может случиться травма, например. Мы не можем контролировать погоду, мы не можем знать заранее, что выпадет снег, но мы можем надеть кроссовки и просто найти место, где можно побегать. Или не бегать, а пойти с детьми, это тоже активность, это физическая нагрузка. Вы хотите измерить результат, но попробуйте наслаждаться процессом, и добиться конечной цели будет проще. Ребята, очень важен подход, образ мышления. Нужно менять не просто свои действия, а именно образ мышления. Это невероятно важно. Мы признаём это на словах, но немногие делают из этого выводы и меняют действия. Итак, о чём вы думаете с утра? Многие из нас хватают телефон или проверяют почту, а может вы вообще поздно встаёте. Как насчёт того, чтобы начинать свой день с подходящей мантры? Давайте начнём день с высказывания, чтобы направить поток мыслей в нужное русло. Я тоже грешу, что неправильно начинаю свой день, поэтому я совместил сигнал будильника с особой мантрой. Когда я просыпаюсь, мой будильник говорит мне, что я могу повторить какое-то простое словосочетание, и за утро я успеваю несколько раз сказать себе о том, о чём я хочу думать. Одна из моих любимых мантр, когда будильник говорит мне «Тони, сегодня просто очередной день или день первый». Ребята, серьёзно, когда я был два года назад в Атланте, я тусовался с Аароном Марина, и он произнёс эту фразу. По-моему, он украл её у кого-то, а не сам придумал, её многие используют, она на слуху. Но тогда я услышал её в первый раз и подумал «Ух ты!». Я решил её записать, чтобы запомнить и всякий раз повторять её себе. Я всегда могу начать всё сначала, с чистого листа, с первого дня. Есть ещё другие замечательные мантры, например, «Ты зашёл так далеко не просто для того, чтобы зайти далеко». Ты получаешь то, на чём концентрируешь внимание. Ищи оправдание или ищи способ решить проблему, что ты выберешь. А теперь, ребята, я знаю, что у вас есть отличные советы и рекомендации относительно того, как улучшить свою жизнь в наступившем году. Пишите советы в комментариях, мне очень интересно будет их почитать. Антонио, каждый год я избавляюсь от кучи приложений на телефоне, которые я скачиваю, но не использую. Очень много информации нам просто не нужно, это лишнее, она засоряет наш мозг. Я использую социальные сети, это часть моего бизнеса. Но чтобы приложения не мешали мне, я их скрываю. Некоторые люди советовали мне выключать телевизор из розетки. Когда мы можем просто нажать на кнопку пульта, мы механически совершаем это действие и начинаем тратить время на просмотр чего-то ненужного. Ещё раз мне очень интересно услышать от вас рекомендации в комментариях. Если вы хотите научиться просыпаться рано, я уже рассказал вам, что для этого нужно. Я говорю о системе, когда ставлю будильник на 5 утра, но встаю в 6. Так это работает. Если же вы хотите встать в 5 утра, ставьте будильник на 4 утра. Спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Начинайте проверять мои советы прямо сейчас.